Почётное звание Народный Учитель Российской Федерации Присвоено Агадуллиной Лизике Ямовне Учителю лицея номер 42 города Уфы, Республика Башкортостан Я люблю детские передачи. Мне все детские передачи нравятся. Есть передача «Лучше всех» Первый канал. И однажды мальчик показывает мальчика второго класса. Прекрасная каллиграфия у этого мальчика. Показывает его каллиграфию. Он еще говорит, что и что. И учитель пытается писать, как я. Спрашивает его, кем ты хочешь стать? Президентом, он говорит. Почему президентом ты хочешь стать? Потому что если президентом я был бы, я бы ввел в расписание уроки доброты. Почетное звание Народный Учитель Российской Федерации Присвоено Агадуллиной Лизике Ямовне Учителю лицея номер 42 города Уфы, Республика Башкортостан Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я бы добавила еще не только урок доброты, но и урок нравственности. В первую очередь я ставлю в школе воспитание детей. С детьми надо говорить, надо с детьми. Надо с ними общаться, общий язык надо найти. Иначе мы наших детей, воспитание мы потеряем, потому что воспитывать интернет, а в интернете разное есть. Есть позитивное, есть негативное, но нам своих детей надо воспитывать самим. На самом деле Листяновна говорила, как молодому поколению пускай знают историю. И вот Листяновна, она говорит о том, что она нам передала все лучшее советское и передает. То есть нельзя говорить о том, что в советской было плохо, там все было плохо, чтобы от крайности крайности не сгореть. У каждого времени какие-то свои нюансы есть, свои герои, свои требования. Ну, есть вещи, как математика говорит, инвариантные относительно времени. Это такие базовые вещи, как трудолюбие, стремление к новым знаниям, талант. Ну, вот что меня поразило, в ней чувствуется вот некий такой дар, наверное, вдохновлять людей. Наверное, вот за счет этого у ней такие успехи, что люди начинают верить в свои силы, приобретают уверенность, возникает желание достигнуть успеха. Кто спасает мир? Ребята, как вы скажете? Спасает сейчас мир-то кто? Биохимики, химики, фармацевты, ученые-химики. То есть до сих пор говорят, что еще нет лекарств от ковида. А ведь кто над этим работает? Химики, фармацевты, биохимики работают. Вот среди этих ученых вы тоже будете. И такую пользу принесете не только в своей стране, но и всему миру. Так что радуйтесь, что вы рано начали заниматься химией. Успехов этому олимпиадному движению, и чтобы всем было хорошо, чтобы мы услышали, что среди вас будут, надеемся, будут ученые, будут инженеры. А кто знает, может, будет и учителя химии. Все, спасибо. Что больше вам ценнее? Ее методику привнести и дальше развивать? Или своих студентов? Мы бы все взяли бы. Мы бы все взяли. Потому что методика, она действительно уникальна. Она нам нравится. Ребята, там Асхат Ягудин, Муниров Тимурот, пару лет назад он встречался. Муниров еще являетсь студентом в университете, по-моему, на третьем курсе он сейчас обучается. Параллельно. Он работает в центре Аврора, он уже как педагог работает. И, конечно же, мы горячо это приветствуем, потому что очень приятно видеть, что у ребят их педагогические таланты и их осознание того, чем ты хочешь заниматься, приходит еще в стенах университета. Это очень важно, это очень правильно. И эту функцию как раз приятно, что мы тоже реализуем благодаря высокому качеству подготовки учеников в школе. Если вы позвольте, я такую, может быть, химическую аналогию, мне кажется, вы говорите, что важные методики или результаты работают методики, я бы, наверное, не стал бы выделять, выражаясь химическим языком, молекулы уже не состоят из атомов. Вот как бы есть ядро, а вокруг него такие, значит, на орбитах электрончики как раз вращаются. Я надеюсь, что там будет много-много еще новых электрончиков появляться постоянно. Хорошая идея, да, дружеского шаржа. Да, да, я думаю, что примерно так вот можно, наверное, делать так и визуально представить. Будет самая большая молекулка, которую можно так все представить. Огромную роль для учеников в школе играет учитель. Для меня тоже сыграла моя учителя огромную роль. Я очень уважала и любила уроки химии и учительницу мою, Узиду Алексеевну Алексееву. И стала я учителем химии. Но когда я училась в институте, мне нравились уроки истории. У нас учитель истории Георгий Георгиевич Гилев замечательный был специалист в своей области. Он очень эрудированный, грамотный, интересно вел. Если бы он меня учил в школе истории, я стала бы учителем истории. Вот какую роль играет учитель в жизни наших учеников. Поэтому если по предмету, какой предмет любит, это зависит от нас, от учителей. Нам нужно действительно знать свой предмет очень хорошо. И надо носить до ребят. Надо уметь общаться. Надо уважать детей. И в то же время, конечно, надо быть очень таким грамотным эрудированием. Ну вот покажите мне хоть одного учителя, который готов в воскресенье приходить и заниматься детьми. Бесплатно приходить заниматься. Плюс того, она нас поила все тут чаем, за свой счет покупала чай, покупала печеньки. Потом, пока зайдем в кабинет, покажу, скорее всего, наши чашки даже стоят еще. И как потом уже после окончания школы мы узнали, что она доплачивала преподавателями с БГУ и ученикам, чтобы они приходили и тут с нами занимались. Я вот, честно говоря, я этому очень сильно удивлен. Но опять же, мы тогда школьниками это не понимали. Мы воспринимали как должное. А вот сейчас, когда уже я сам работаю, ну, это нужно быть, наверное, героем. Не зря она получила звание первонародного учителя в Ашкирии и учителя Российской Федерации. И настолько быть преданным своей профессии, для меня это удивительно. Причем, как бы, мы в воскресенье тут занимались с утра, с десяти, но вот бывало до четырех мы могли заниматься. Она назвала к себе домой. Угощала блинчиками, пирожками, чаем. И мы сидели, готовились. И очень часто она приглашала своих уже выпускников, тоже олимпиадников, которые какой-то темы нам помогали прям разжевывать, будучи уже студентами. На сегодняшний день вот действительно таких бескорыстных, добрых людей очень мало. Я просто вам пример приведу то, что Алиса Киауна постоянно своим ученикам помогала. То есть никогда не брала с них ни в коем случае никакие деньги. То есть помогала в подготовке к олимпиадам, помогала в подготовке к вступительным экзаменам. То есть вот пример конкретно из моей жизни. То есть мы с другом, с Эльдаром Файрушиным готовились к вступлению на химфак. То есть естественно вступительный экзамен хотелось бы сдать лучше. И нас Лиза Киауна постоянно подгоняла. То есть она нам звонила в 8 утра, спрашивала, встали ли мы, начали ли мы заниматься. Плюс ко всему мы ходили к ней домой заниматься с нею. То есть это были такие обучения, за которые мы вообще не оплачивали. У нас в принципе тогда не было денег, чтобы какие-то такие обучения оплачивать. И вот у меня очень хорошо запомнился один день, когда было лето. Я помню, что прошел сильный дождь. И просто все дороги залило, чтобы было понимание, где-то 30-40 сантиметров воды. То есть пройти, не замочив ноги, было нереально. И мы с Эльдаром пришли просто сверху донесу все мокрые, во-первых. И у нас все ноги все промокло. Лиза Киауна заставила нас снять носки. Она их постирала, она поила нас чаем горячим. И дальше мы сели заниматься. То есть уже, казалось бы, школа давно прошла. Но в любом случае за нашими успехами, за нашей учебой она постоянно следила за каждым учеником. Как там вот мой ученик такой-то, как сдал экзамен. Даже бывало так, что нам учителя, преподаватели говорят, что Лиза Киауна звонила, там что-нибудь отругала. Вот мы то-то, то-то не сделали. Либо, наоборот, похвалила. Вот так вот. Она всегда, вы сами любите это вспоминать, говорит, что любила рыжих. Но я думаю, что она имела в виду не столько цвет волос, сколько просто солнечных людей, ярких, обаятельных. Поэтому у нас в классе таких рыжих по факту было много. Она каждый урок начинала с того, что оглядывала класс, смотрела всем в глаза и любила повторять фразу, что всех своих учеников она знает по глазам. 91-й год. Союз разваливается. Цены меняются, ну, просто каждый месяц. И она нам на уроках говорила, я не помню, сколько стоит бутылка кефира. Сейчас так быстро меняются цены. Не помню. Но каждого из вас в толпе, где бы мы с вами не встретились, в другом городе, я обязательно узнаю по глазам. И мы ей верили. Она настолько искренний, настолько открытый, настолько энергичный человек, что просто диву даёшься, сколько у неё внутри энергии, ресурсов до сих пор, которые она вот так вот просто щедро выплёскивает, расплёскивает своим ученикам. И ты не можешь не взять. Ты не можешь не увлечься этим предметом, этим педагогом. Ты не можешь не участвовать на уроке. У неё, возможно, были любимчики, но нелюбимчиков у неё точно не было. Я когда вспоминаю школьное время, когда мы были маленькие 12-13-летние мальчики, и только-только пошли мы в 8 класс, и начинаются уроки химии. Это вот тот урок, который, думаешь, как же я всё-таки буду сдавать? Ничего не понятно. Но с детства мечтал стать врачом, поэтому знал, что химия нужна для поступления в университет. Когда пришла Лиза Киамовна по просьбе директора и просьбе Исуса Таракана, химия открыла такие горизонты, это как шахматы. Когда научишься играть в шахматы, охота играть в эту игру. Безусловно, химией я начала заниматься с Лиза Киамовна, начиная с 8-7 класса, олимпиады. И у нас, я не знаю, кто ещё ходил в школу по воскресеньям, мы даже этого не замечали. То есть у нас вот с пятницы до субботы обычные занятия в школе, в воскресенье мы ходили на дополнительные занятия. Для нас это было как праздник, это для нас было совершенно нормально. Я бы не сказала, это не только базовые знания, это умение учиться, это умение, вот такая структура, значит, поставить тебе задачу и эту задачу достичь. Как это сделать? Ты делаешь это один, ты делаешь это с группой, какие тебе нужно взять задания, как их нужно решить и как это сделать, в какой срок. То есть это, наверное, вот эту основу положила Лиза Киамовна. Вот в этой лаборатории мы находимся, сейчас она исследовательская лаборатория, а раньше это был просто школьный кабинет химии в лицее. И с 99-го года, с 2000-го года я в 8-м классе первый урок химии получил именно вот в этом кабинете. И Лиза Киамовна для меня была примером как человека, человеческого качества, но с другой стороны именно профессионала, которая влюбила в предмет химию. Именно почему я выбрал предмет химию как специализацию и затем уже как профессию, это во блоге, не во многом, а целиком и полностью, благодаря Лизе Киамовне. Я вот участвовал на олимпиадах, с первого урока мне урок понравился, и я понял, что химия это мое. Дети чувствуют, их нельзя обмануть. Они чувствуют эту любовь, и иногда он получает эту любовь от учителя, и тогда вот он слушает учителя. И тогда вот каждое слово учителя для него становится как девиз по жизни. Она не мною придумана, учитель от Бога. И все, кто в ее руках теплых были, они это говорят. У нее 60 лет целых, представляете, 60. Я когда про это говорю, я сама потрясена. 60 лет стажа педагогического, да? Из них 48 – это в Уфе. Я хочу именно оставить своими учениками, именно свою методику. Это труд большой. Этим надо заниматься, надо, не надо просто так на самотек оставить. Целестремленно надо с детьми заниматься. Это место, где всегда в лицее пили чай учителя, наставники. Здесь пили чай учителя еще и до меня, а вот сейчас ребята-наставники. Первый курс на магистратуру уже нефтяного университета – это Асгат Ягудин. В 2018 году выпускники – это Тимур, Вильдан, Нургиз и Радмир. Они все одногруппники, учатся на специальности газохимии, все на технологическом факультете. И самые молодые из наставников сейчас – это Исмагилов Тагир и Инсаб Гайнанов. Они сейчас учатся на специальности переработки нефти, тоже в нефтяном университете, первокурсники. В этом году только они закончили 11 класс, побеждали на Олимпиадах, а сейчас они ведут трек 10 класса, готовят ребят к Олимпиадам. И успешно сдают сессию, надеюсь. Потому что студентам можно поздравить сессии со студенчеством, когда он закрыл первую сессию. Не когда он поступил, а вот он задержался в университете, значит уже все, он закрепился. Ну, у нас начальство очень активно привлекает победителя Олимпиад, потому что понимает, сколько это важно. Олимпиады и, собственно, сама технология, она развивает в людях стремление находить новые возможности, заниматься. И поэтому нефтяные, понимая это, они вкладываются в это. Сейчас у нас размеры стипендий с каждым годом возрастают. Сейчас на первом курсе, если вы победите Олимпиаду всероссийского уровня, то вы получаете стипендию от нефтяного университета 50 тысяч рублей в месяц. И 20 тысяч рублей еще от президента РФ как грант. В принципе, я думаю, это оправдано, потому что студент, он не думает о том, как бы ему там подрабатывать где-то, да, а он занимается именно любимым делом, занимается наукой, занимается какими-то исследованиями и, в принципе, может получить качественное образование. Особенность именно нашей системы в том, что хотя у нас, как говорят, олимпиадников много, по России, если говорить по России, ну, их, в принципе, сотни. И они все рождаются в своих местах. Но именно здесь у нас, как я говорил, это островок в чем? Потому что наши выпускники, они не уезжают, они остаются в нефтяном университете, и поэтому они остаются в нефтяном университете. Вот это та особенность, которой нет нигде, ни в Москве, ни в других регионах. Нет такого, чтобы человек оставался там, где он родился, а не все уезжают куда-то. Если кто родился там в Мордовии, они уезжают в Москву, из Москвы там за рубеж, а наши выпускники остаются здесь. Это результат предуниверситета? Это результат системы наставничества, которую начала Лиза Кьямовна. Это воспитание, преемственность, патриотическое воспитание. Вот, например, Мананов Тимур, он победитель Международной Менделеевской Олимпиады. Он мог поступить в любой вуз России, даже за рубежом, он остался тут. И, более того, продолжает очень активно готовить и выявлять таланты сейчас по методике нашей учительности. Вообще, цены Лизы Кьямовны уникальны? Потому что они позволяют работать с одаренными детьми, находить их, появлять их, заинтересовывать их. И вот то, что она делала, она делала одна, нас больше. Мы это масштабируем, вот, собственно, сама Ассоциация наставников Олимпиадного движения. Ее суть в том, чтобы позволить школьникам получать качественное образование, студентам развиваться, когда они развивают школьников. То есть это такой симбиоз. И основа здесь в том, что школьники приобретают новые знания, получают новые возможности и для них социальный лифт. А студенты, соответственно, они развивают другие уже навыки. Во-первых, ну, понятное дело, если ты кому-то хочешь что-то объяснить, ты должен знать эту тему на порядок лучше. Поэтому ты углубляешь свои знания. Мы занимаемся тем, что разрабатываем социальные проекты, реализуем социальные проекты при поддержке, в том числе разных спонсоров, привлекаем ресурсы. Первый проект, который у нас был, это Республиканская Олимпиада юниоров по химии. Это проект, который Лиза Кямовна предполагала и создавала. Особенность в том, чтобы заниматься химией с самого раннего времени, в седьмом, восьмом классе, когда формируется мышление, такое воображение формируется у человека. А в ближайшее развитие это и раннее выявление талантов. Да, вот это раннее выявление талантов у нас осуществляется сколько год? Уже третий год эта Олимпиада живет. С каждым годом спрос и количество участников возрастает. У нас в этом году, вот, Боже, там уже прошел, более тысячи участников приняло участие по всей республике. И они к нам традиционно приедут на Олимпиаду, где поработают и руками все, и теорию напишут. И главное, мы им расскажем, что такое Олимпиада. Само слово, да, анод, это очень многозначное, потому что, во-первых, это положительный электрод, а во-вторых, анод с древнегреческого переводится как движение вверх. Анод. Анод. То есть очень такое многозначное слово. Кто это придумал? Само собой получилось? Само собой, по-моему, думали. Ну, там надо переписку посмотреть, вот историю надо посмотреть. Кто предложил на первых? Потому что это в чатах было, там рассуждалось, а потом вот анод как-то родилось. Но я про наставничество могу сказать. Вот, Лиза Кьяновна, она всегда говорит, что мы ничего нового не придумываем, да, мы вот хорошо забытые, старые, или те, которые сейчас вот непопулярные, мы это внедряем и делаем. То есть те вещи, которые вот мы делаем, да, это взаимопомощь. Вот, по сути дела, наставниками начинается становиться не студентами, уже большими, закончив вузы, а в 11 классе, вот. Асгард работал с 9-ти классниками, с 8-ми классниками, даже с младшими. А потом уже Нургиз Тимур, они работали с Искандером и вот с Иделями, ребятами, которые сейчас 11 класс. А уже к первому курсу ребята уже становятся опытными наставниками, хотя по возрасту они, в принципе, молодые. То есть вот этот вот стаж-опыт, который Лиза Кьяновна, 60-летний стаж-опыт, ребята получают сразу на практике. Особенность в том, что это вот работа школы, работа студентов, работа школьников, преподавателей, вузов, это вот все вместе, как все говорят, все хотят это достичь, а оно реализуется в таких вот проектах, которые возникают, да. И особенность именно в том, что все находят свое, школьники, да, свое, студенты, они развивают свои навыки, прежде всего, работают. Сейчас очень ценится в промышленности, в предприятиях soft skills, да, мягкие навыки, навыки работы в команде, навыки наставничества, навыки управления проектами, придумывать новые идеи, реализовывать их. Это именно вот то, чем мы здесь занимаемся. Я думаю, что вот эта практика, да, она показала результативность. Надо сказать о результативности, да. За это время существования анод у нас результаты начали резко подниматься. У нас на Республиканской Олимпиаде наши ученики забирают 38% дипломов. То есть действительно лучшие в республике, больше, чем целые города, больше, чем Уфа и Среддомах вместе взятые. И это работает на Республику, прежде всего, потому что на Среддомах в 2019 году мы увеличили наш результат в 6 раз, в смысле до 6 мест на Среддомах в Среддомах в Среддомах в Олимпиаде. И это абсолютно рекорд за последние 20 лет. То есть это рекорд, это развитие, это действительно очень продуктивная технология, инновационная, которую, я думаю, будем масштабировать и на другие предметы, и на другие школы, и она будет расширяться. Такая приятная там атмосфера, там студенты работают. Студенты – это и мои ученики, ученики Гумерова тоже так же. Это прекрасная атмосфера, так дружно они работают. Занимаются юниорами, то есть 7 класс, 8 класс они занимаются с этими детьми. Поэтому опережающие у них получаются, поэтому и призеров каждый год, вот Гумерова и инженерные лица, и там эти студенты, каждый год у них по несколько призеров. По 5-6 призеров бывают Всероссийские Олимпиады. Каждый год у них вот так. У Лизы Киамны была также вот методика опережающего развития. То есть это реально работающая технология, что химия начинается в 8 классе, а мы углубленно начинали изучать уже в 7 классе. И сейчас мы это тоже продолжаем, и это дает плоды. И вот вместе, получается, уже сейчас со студентами, это у нас вылилось в проект Республиканской Олимпиады юниоров для раннего выявления талантов Республики Башкорстан по химии, а также их поддержки. Ну и также вот эта вот модель изотоп, которую она проводила для 42-й школы и для нашего лицея, мы хотим вот со следующего года сделать уже республиканским, чтобы это стало достоянием республики. Вы знаете, по ученикам скучаю, но самое большое я скучаю по урокам. Мне кажется, сегодня тоже я из лабораторий, как будто я перехожу в класс. А класс меня всегда ждали. Вот бывает, что такие случаи, что учитель болеет, что ура где-то, шутка, а они наоборот расстраивались, когда меня нет. Потому что я с ними поступаю в ВУЗ, потом в институте с ними я учусь, на свадьбах. То есть я с ними дружу, как и ребенок, как и взрослый в то же время, и как школьница сама, скучая по урокам. Лиза Киамовна нам строила урок так, и я сейчас тоже стараюсь это продолжать так, я не думаю, что получается, как у нее, но, по крайней мере, у меня прямо сама в памяти, как она дает периодический закон. То есть она делает такую ситуацию в классе, что мы сами открываем периодический закон. Вот периодический закон Дмитрия Ивановича Менделеева был сформулирован в 1869 году. И величие этого закона в том, что он вначале был открыт опытным путем, а потом математически был доказан. Ученики в основном боятся контрольных и проверочных, то есть для них это стресс. Но Лиза Киамовна, она делала так, что контрольные и самостоятельные, это были, то есть мы не боялись их. Мы реально показывали свой уровень. Если у нас были ошибки, она делает работу над ошибками, и то есть после каждой контрольной работы мы не удовлетворяли, что у нас там 3 или 4, а все именно узнавали тему на 5 и потом только шли дальше. Я вот это вот запомнил и продолжаю сейчас делать, стараться с учениками, чтобы ученик неплохо и плохо понял, идем дальше. Такое у Лизы Киамовны она не терпела. То есть плохо понял, мы доработаем, мы переделаем, это нужно ученику. А про оценки, Лиза Киамовна говорит, я оценки ставлю себе. Иногда вот говорили, она, конечно, двойки не ставит, поэтому дети ее любят. Вы знаете, зачем эти двойки много ставить? Это себе надо ставить двойку, если много. Я делала вот каким образом. Если я провожу контрольную и проверочную работу, я для себя проверяла, что не доделала я, что не дообъяснила я, что не получилось. И эти работы мне нужны были для работы над ошибками. Всегда я делала работу над ошибками. Если и тут не получается, приглашала в воскресенье. Вот таким образом. Ой, тут большая роль учителя. Для жизни ученика имеет огромную роль учитель. Я по себе это знаю. Когда я в средней школе училась, Ирина Алексеевна всегда меня как бы хвалила. Вы знаете, это было мне очень хорошо, очень приятно было. А вот был такой учитель тоже из Ленинграда по черчению. Вы знаете, у меня была только одна четверка по черчению. Почему мне вот такое получилось, я сейчас вам скажу. Вы знаете, я однажды сижу в общежитии, и чертежи нам дали. И я начертила так хорошо, думаю, вот наконец он мне поставит пятерку. Пришла такая радостная, я приближала, я к нему говорю, вот посмотрите, какой у меня чертеж хороший. Он посмотрел, чертеж говорит, как у алкоголика. После этого я ни разу не стала чертить. Мальчики мне чертеж делали, а я за них делала математику. Если у кого-то похваженный рамот, он не поступает по этому предмету, я все это учитываю. Ребенка нельзя унижать. Лиза Кьямовна учит тому, что в этой жизни иногда приходится за себя постоять. И что в этой жизни у любой задачи, будь то задача по химии, или будь то жизненная задача, есть решение, надо его уметь найти, это решение. Всегда есть выход, надо уметь его найти. А для этого надо приложить усилия. Ученики ее учеников, так сказать, мы уже гордимся их результатами. Очень рада, что ее дело продолжает жить, что вот эту уникальную методику внедряют, продолжают внедрять ее ученики в школах, в лицеях. Создана АНОТ, ассоциация наставников олимпиадного движения. АНОТ, он уже живет, по-моему, четвертый год. С тех пор мы как-то планировали, думали, что именно надо в виде ассоциации, когда первые студенты начали работать. И когда у нас только Тимур, Нургиз, они были одиннадцатиклассники, по-моему, мы задумывались о том, что когда они выйдут, нужно такую ассоциацию создать. И первым делом мы эту уже проблему озвучивали и на телевидении, мы озвучивали, скажем, руководство, правительство. И нас с Санем Мансуровичем пригласили на прямую линию с главой республики. Сказали, что есть такая проблема, что у олимпиадного движения есть такие-таки вопросы, которые хотелось бы решить. И по некоторым очень важным для нас вещам к нам пошли навстречу, нам сказали, добро, делайте такую ассоциацию. Ну, получается, в этом году выиграли грант для проведения такого проекта, мы его назвали «Про нефть». Он ориентирован на школьников 10-11 классов, где они за неделю узнают, так скажем, в сжатом виде курсы по нефтепеработке и нефтехимии. У нас есть новое оборудование, которое как раз ориентировано для лабораторных работ по нефтепереработке и нефтехимии. То есть ребята, так скажем, элекционный материал хороший получат и руками что-то поделают. Планируются экскурсии на заводы, планируются также экскурсии в нефтяной университет. Во времена, когда Ромин Ильич был ректором, у нас в программе развития УГНТУ в качестве опорного вуза как раз первым пунктом были прописаны блок мероприятий, связанные со взаимодействием со школами. И отдельным пунктом, одним из первых, стоял как раз проект по созданию предуниверсаля. Эту идею горячо поддержали и на ректорациях, и на уровне республики. Мы с лучшими учениками взаимодействуем. И здесь, конечно, мы видим большой потенциал и для университета. Сейчас вот время такое, что действительно нужно, это еще предсказывал в свое время один из основоположников кибернетики, что многообразие должно регулироваться многообразием. Нужно предложить нашим обучающимся целое такое пространство возможностей. Мы всегда готовы поддержать любые предложения, начинания. И я уверен, что она тоже видит в нашем университете, в руководстве университета, в преподавателях своих единомышленников, коллег, друзей. И я думаю, что мы еще поработаем вместе с ней на благо и нашей республики, и нашей страны. То есть у нас складывается такая ситуация, что школьник, когда заканчивает школу, поступает в ВУЗ, ему хочется попробовать все, абсолютно все. То есть он хочет и научкой позаниматься, и попробовать поработать, и может, в принципе, найти себя. И здесь, на базе предуниверсария, мы можем это реализовать. То есть, согласно методике Лиз Гямона, мы можем работать и со школьниками, мы, как студенты, можем работать и со школьниками, то есть получать новый опыт. Мы можем в дальнейшем заниматься научными работами с использованием аппаратуры научной. И то есть мы эту всю лабораторию, нашу научную, все наши приборы укопликовали под себя. То есть мы выбирали все сами для себя, чтобы это было максимально эффективно. Вот опять-таки я должен тиражировать методику, чтобы больше людей могли получить доступ, да? Со всеми мира. Хотя бы башкирины. Сейчас идет поддержка очень хорошая у наших стимпедиатов, победителей грантов, того или иного уровня наших детей, как и выпускников непосредственно наставников Олимпиадного движения, то, что они участвуют в техниках грантовой деятельности и побеждают непосредственно. Но, как вам сказать, мы говорим уже о том, что сейчас то, что было наработано Лизик Ямны и заложено по кирпичку из низов, та работа, которая была проделана, очень большая работа, та команда АНОТ, статей наставников Олимпиадного движения, это детище Лизик Ямны. Тот опыт, с которым сейчас уже работает команда студентов ОНОТ непосредственно, мы очень хотим и делаем это, позиционируем на все направления, то есть на другие направления, математика, информатика, русский язык, на все те или иные другие предметы, которые для того или иного обучающего очень важны. Можно прекрасно иметь мат-базу, но если нет сильных учителей, результата не будет. При этом может быть обычная сельская, даже малокомплектная школа, где нет крутых компьютеров, нет интерактивных досок, нет интернета, но если есть сильный педагог, ребенок там может состояться гораздо лучше, чем в любой популярной какой-нибудь элитной, кавычках, конечно, школе. Поэтому для нас очень важно, вот для учителей, я себя не отделяю никоим образом от педагогической нашей общественности, я всегда в душе учитель, и каждый момент стараюсь все-таки урвать, в свободный момент пообщаться с детьми. Я считаю, вот для нас, учителей, сейчас определенным ориентиром в возрождении как системы образования, возрождении уважения к педагогической профессии нужно опираться вот на таких педагогов, народных учителей, учителей заслуженных, авторитетных, которые добивались и добиваются высоких результатов своей профессиональной деятельности. Что касается Лизки Анна, это удивительный человек, вот в данном случае, в ее примере сошлись вот несколько таких моментов, я полагаю. Прежде всего, это ее высокий профессионализм, знание предмета, знание основ учительской деятельности, методической деятельности. Это вот если это одна сторона, другая сторона, кроме этого имеется, это высочайшая интеллигентность, интеллигентность, которая вот не позволяет ей работать по-иному. Она все время целеустремленная, она смотрит вперед, она умеет работать с каждым человеком в отдельности и при этом находит то самое зерно, которое сидит в каждом человеке. Она даже, говоря об одном ученике, много лика характеризует этого человека, не только как ученика, не только как, допустим, школьника, не только как сына, дочь и так далее, она находит такие вещи, которые, возможно, для других может быть новость, а для нее это известная истина. Я же говорю, что именно воспитанный ребенок хочет учиться. Воспитанный ребенок, он знает, что надо учиться. И воспитанному ребенку всегда есть надежда. Это будущие страны, воспитанный ребенок. Вот не зря Дмитрий Иванович Менделеев говорит, что дать образование без воспитания, дать рожде невоспитанному человеку. Он прав. Воспитание всегда, это самый главный момент, это воспитание. Поэтому сейчас вот все-таки есть какая-то надежда немножко, потому что учителям же вообще бумажная работа надоедает. У них же больше бумажной работы, чем работа с детьми. Вот сейчас все-таки выделили деньги на классное руководство. Пять тысяч вроде. Посмотрим, увидим, может, действительно какие-то сдвиги будут, но на это надо обратить особое внимание, воспитательную роль. Раньше воспитывали пионерская организация, комсомол воспитывали огромное значение. Вот это было, я сама пионер-вожатой работала, и комсомольским вожаком работала. У нас была огромная работа была. А сейчас этих нету. Воспитывает только интернет, получается. Больше интернет, роль интернета получается. Вот над этим нам надо подумать. У нас свой менталитет. Когда Лизки Анна говорит про то, что она хлебом наелась только в четвертом классе, мы это не верим в это. То есть потому что мы не видели такого, чтобы кушать не было. Мы не можем представить. А она нам, как из книжек, которые мы читаем, она вживую нам передает те ценности, которые были. И мы очень благодарны, что в любой момент мы можем посоветоваться и получить такой совет мудрого человека, который через все это прошел. Она выбирала тебя именно по знаниям. Вот знаешь, знаешь, но всегда она говорила так, что я люблю работать с порядочными людьми. Вот это слово о том, что человек порядочный, для нее, по-моему, даже выше знаний. Вот это вот я навсегда запомнил. И я себя считаю таким, что, да, я там не богатый, там еще какой-то, но я порядочный, честный. И вот это она самое главное ценила в людях. Это вот открытость, честность, порядочность. Я вот это ей признателен на всю жизнь, потому что я себя так и стараюсь в жизни вести. У меня трое пацанов, и как вот их можно воспитывать? Именно собственным примером и постоянно говорить. Нужно быть честным и порядочным, чтобы, как говорится, фигу в кармане не держать. Елизавета Киамна вообще сильна своими учениками. То есть она воспитала много учеников, которые могли бы очень далеко при желании пойти. То есть это уже дальше наш выбор. Идти или не идти, ехать в Москву или не ехать. Идти в профессуру, да, или не идти, а заниматься чем-то более прикладным, это уже личный выбор каждого. Но тот задел, который она нам дала, он, конечно, огромный. Она всегда рассказывает тему, а потом в какой-то момент прервется и говорит, вот ты сидишь сейчас на месте моего Иванченко. Это был ее ученик лет на 10, на старше, который ездил на всесоюзную олимпиаду по химии. Он прошел Башкирию, прошел еще какой-то регион, он по Волжью, например, да, и вот поехал на всесоюзную олимпиаду. И она все время, вот Иванченко, эту фамилию до сих пор помню, хотя Иванченко я тогда не видела ни разу, ни на фотографиях, ни живьем, но мы все знали, что был такой Иванченко, и там кто-то сидит на его месте. И Лиза Эткиановна, когда смотрит на этого человека, она вспоминает своего Иванченко. И так, наверное, потом она про нас кому-то рассказывала, что ты сидишь на месте, где сидела Маша Болотовская. И вот так далее. То есть она своих учеников очень любила, а такая любовь, она не может не быть взаимной. Она всегда взаимна. Ее ученики, конечно, очень любят ее. Я думаю, что у нее главный чайта характера – это любовь к ученикам. Вот глупо так говорить, но это вот настолько любовь, это вот как она член семьи наш. Как вот она моя бабушка, вот у меня к ней такая же любовь, потому что у нее всегда была такая же любовь к ее ученикам. Я не знаю, есть ли такие учителя в мире, но мне кажется, факт, что прошло уже сколько лет после школы, 15, а я до сих пор встречаюсь, как я приезжаю, если у меня получается, я всегда захожу к Лизке, а мне вот эта любовь, она спасает. Любовь спасет мир. Не красота, а любовь. Я в это свято верю. Карпусик она меня называет. Карпусик, да. Карпусик – это фамилия, а карпусик такой маленький. Маленький карпусик, да-да-да. Ну, рассказ нам какие-то истории, рекретик. Вот у меня, знаете, вот эта вот уникальная вещь, на самом деле. Лиза Киамна от руки сама вот делала такие таблицы, у нас были такие таблицы, которые делала Лиза Киамна, она раздавала своему ученикам. У нас же, мы учились в каком, в конце 90-х годов, в начале 1000-х, тогда компьютера в школе не было, техника была ограниченной в количестве. Вот Лиза Киамна дома, сама рисовала такие таблицы, и своим ученикам в помощь давала, но вот действительно даже до сих пор она хранится и даже в полиэтилене. Вы так и сами сделали сразу полиэтилен, да? Я не помню, это вот у меня с 8 класса она. Я не помню, наверное, сам сделала. Это шпаргалка? Нет, если была шпаргалка, она была бы сложенная. Эстрадий полно. То есть вот эта эстрада, я так понимаю, для конспектов, судя по тому, что... Потому что нам Лиза Киамна давала книжки для пользования, она раздавала, всю библиотеку раздавала. У меня же огромная была библиотека. И вот дома, занимаясь, я писал конспект. Но учебники у нас были не школьные, это были, действительно, это были вузовские учебники, причем она учебники все покупала за свой счет. Она, когда ездила на Олимпиаду, там, если бы попадалась, допустим, поездка через Москву, либо какая-то библиотека попадалась, она всегда покупала учебники. И она, и муж ее, когда ездил, тоже всегда привозил учебники. У нее был огромнейший библиотек. Ну, честно, ну, очень много. То есть я, когда пересматриваю, прям я поражаюсь, сколько мы решали тогда это. Это вот... То есть я сейчас только, наверное, кажется... Мои студенты сейчас только не занимаются. То есть открыть любую эстрадку... Это все вот... Все школьные с нашей записи. Вот видите, как он стоит. Вот даже год он есть. 2000-2000 год. Это вот мы помним... У вас тоже сохранился вот этот азарт победить? Да, наверное, да. Во-первых, мои... У меня среди моих студентов были ученики языка. То есть когда я уже закончил школу, я поступил в Министерский университет, отучился там, и сейчас преподаю химию. Мои студенты, которые бывшие ученики Лизы Кьянны, они говорят, что занятия у нас похожи. То есть Лиза Кьянна никогда не вела занятия по... по учебнику. А у нее всегда была проблемная... Она ставила проблемную ситуацию. Мы обсуждали, как ситуацию решить. Ну и вот и во многом, видимо, как-то... Вот я, видимо, брал пример, помню методику Лизы Кьянны, как-то... Что-то, видимо, перенял. Я это, на самом деле, не могу об этом сказать, потому что я себя со стороны не видел. Она всегда приводила пример о том, что не нужно бояться того, что много предстоит сделать. Она говорит, вот я вот сделал одну часть, я молодец. То есть нужно делать потихоньку, понемножку, и поступать, двигаться вперед. Она об этом часто рассказывала. Она приводила пример, как она мыла полы. То, что вот... То ли в школе это было, или в университете, или, может, в общежитии нужно было там какое-то большое помещение помыть. Она говорит... Я, говорит, когда не боялась, сколько мне предстояло убраться, потому что я видела, сколько я уже сделала. И вот тогда вот этими маленькими шажочками, кусочками получалась вот огромная территория. Вот насчет Олимпиад у меня своя методика. У меня методика такая. Я создаю проявленную ситуацию, в классе. И я изучаю детей, кто ответит на эти проблемы, проблемные ситуации. И вот тогда я догадываюсь. Это, значит, интуиция есть. Это бывшие, будущие Олимпийцы, это все. Это стабильно, хорошо получают пятерки, хорошо учатся, поступят в ВУЗ. Олимпийцы, они могут иногда и получать и двойку, и что угодно они, но у них есть интуиция. Интуиция им интересна. Вот они как раз и будущие, они призеры Олимпиад были. Иногда бывало, что однажды Раил Ардулович говорит, что с этим мальчиком-то занимаешься, он же научает ее в милиции. Он же такой хулиганин, говорит. А вы, Раил Ардулович, еще не знаете, мы привезем с ним еще хорошее место. А действительно, мы привезли первое место из Олимпиады с этим мальчиком. Сейчас он в Москве, химфа закончил, нормально все у него получилось. Вот такие дети у меня было немало, таких детей. Самое главное, им не хватало нагрузки. Их надо было заинтересовать. Нагрузки не хватало им. А я им давала нагрузку, цель, и все вот так было интересно. Им самим вот таким образом интересно было. Вот это моя методика. Я не давала учебник, не диктовала правила. А я давала как энциклопедия, я давала им химию. Ну, я думаю, что просто есть какие-то отношения, наверное, между учителем и учеником. Какая-то химия, как говорится. Тем больше к человеку в том числе привязываемся, чем больше в него вкладываемся. Да, Алиса Киямовна очень много вложила в меня сил и энергии. Это было, наверное, это мало какой учитель, наверное, я думаю, никто с этим бы не справился. Когда пришел в 10 классе ученик, который абсолютно не знает химию от слова совсем, для него элементы, название элементов это просто какие-то буквы. Да, вот, если натрий плюс H2S4, он мог написать натрий H2SO4 и его бы абсолютно ничего не смущало в этом. Я не выбрал никакую профессию. У меня выбрала мама и Лиза Киямовна, что я буду врачом-стоматологом, точнее, выбрала мама. Лиза Киямовна позвала к себе в класс, потому что там у нее было 20 девочек и всего 6 или 7 мальчиков. Ей нужны были еще мальчики в классе. Вот. Мы были, естественно, не знакомы с Лизой Киямовной. Но Лиза Киямовна забыла сказать моей маме, что на стомат химия не сдается. В какой-то момент я понял, заканчивая химический факультет, что из меня не получится выдающийся ученый. Да, поэтому я не продолжил свою деятельность в химическом, то есть, в направлении химии. Но с точки зрения учебы в школе, с точки зрения учебы в школе то же самое, да, у всех есть разные способности, у кого-то к литературе, у кого-то к точным наукам, у кого-то к естественным. И Лиза Киямовна знала со слов моей мамы, по крайней мере, как я учусь, какие у меня результаты в других дисциплинах, да, по математике, по физике. Лиза Киямовна у меня ассоциируется в первую очередь, наверное, даже не с учителем химии, а с наставником, с наставником, который поменял мою линию жизни, ее направление полностью, принципиально, который повлиял на амбиции, на веру в себя, на те возможности, которые я, в принципе, ранее не рассматривал, да, для того, чтобы поступить в МГУ, например, этого не было ни в моей картине мира, ни в картине мира моих родителей, вот, на, повлияло на то, чтобы, ну, то есть, повлияло на то, чтобы двигаться к цели, двигаться к цели, много работать усердно, я поверил в то, что не разбираясь вообще в каком-либо предмете, можно действительно добиться серьезных результатов. Это не просто изменило мою жизнь, это поменяло полностью направление моей жизни, орбиту моей жизни, если до встречи с Лизой Киямовной я не понимал вообще, куда мне двигаться, в каком направлении, в какой университет поступать, какой профессией заниматься, то встреча с Лизой Киямовной это определила химия, умение, я бы даже сказал, не химия, а умение погружаться в новый, совершенно для себя неизвестный предмет, и умение трудиться для того, чтобы его освоить, вера в то, что возможно в новом, неизвестном, абсолютно для себя предмете сделать выдающиеся результаты, это, наверное, привело меня к предпринимательству, потому что это как раз то, что делают люди в бизнесе, они постоянно решают задачи, которые никто, которые они раньше не решали, которые они понятия не имеют, как решать, и это и есть предпринимательство. Поэтому я бы сказал, что это очень нестандартный путь, когда химия привела к работе в своем бизнесе. Кроме всего, это же вера в то, что это возможно, понимаете? Как, ну, не просто человеку уже можно сказать, бесполезно человеку сказать, что возможно добиться в чем-то новом, да, выдающийся результат. Это необходимо, чтобы он это прошел, чтобы он это прошел, возможно, в чем-то смежном, да, в чем-то параллельном, как, знаете, спецназовцы ГРУ, которые служат в армии, они делают 40-километровые марш-броски с снаряжением, которое весит, там, как половина их собственного веса, и они тоже, у них в их картине мира нету, что это реально. И мало того, возможно, через 5 километров многие понимают, что невозможно пройти 40, но в итоге проходят, и у них меняются полностью картины мира относительно того, возможно это или нет, вообще относительно возможностей своего тела. Вот здесь то же самое меняется, у меня поменялась картина мира относительно возможностей моей головы. Это не совпадение, это, во-первых, характер, это определенный психотип, который закладывается с детства, это тот путь, который человек проходит в своей учебе, в своей деятельности, и это неординарные способности, безусловно, которые присущи Лизе Келлене. Чтобы быть действительно не только учителем, а наставником. Ну, вы знаете, бывают дети особо талантливые, им нужно по особому надо подходить. Таланты, они, знаете, отличаются. Иногда говорят, вот семиклассник выступает за девятый класс, очень талантливые, вот есть такие таланты, терпение нужно, надо знать, что бывает иногда и такие, что мальчик, вот, допустим, у меня был мальчик, ученик, который был на учете в милиции, был, и мне директор школы однажды говорит, что ты с этим занимаешься, он же вот на учете в милиции, у него поведение-то плохое, он даже выпивает, даже, вот такое, но я поняла, что он очень талантливый, ему не хватало немножко, вот, внимание, ему надо было нагрузку, надо было дать, больше нагрузку надо было дать, чтобы заинтересовать этого мальчика, но я чувствую, что у него интуиция, что он талантливый, что от него можно получить гораздо больше, и вот, когда мы привезли первое место, когда он в восьмом классе выступил за девятый класс, вот тогда поняли, что он особенный, теперь он МГУ закончил, живет в Москве, не все дети одинаково бывают, талантливые, бывают дети спокойные, на пятерке учатся, и они выходят хорошо, они и профессии имеют, они все, а вот талантов надо беречь. Химия, на самом деле, это настолько сложный предмет, не всеми детьми любимый, это, на самом деле, к сожалению, так, но тут очень много зависит от учителя, если учитель сумеет правильно азы химии заложить, у ребенка появится увлечение, интерес к этому предмету, доверие к педагогу, то в последующем, поверьте мне, ученик влюбится в химию, и это уже любовь будет на всю жизнь, потому что, ну, каждый кулик свое болото хвалит, но я честно скажу, наверное, более интересного предмета в школе, чем химия, нет. Я сам химией начал заниматься чуть раньше, когда она в школе началась, и до сих пор, когда удается какая-то свободная минутка, и реакции порешаю, и задачки порешаю, ну, во-первых, надо тренировать мозг, это раз, во-вторых, мне нравится, поэтому Лиза Киамна, вот как раз в этом, наверное, таланты проявляются, она умеет зажечь ребенка, талантлив он, успешен ли, способен ли, потому что здесь определенные математические способности необходимы, аналитические способности необходимы, особенно если мы берем вот физико-коллоидную или аналитическую химию, она создает ситуацию успеха, каждому ребенку создается ситуацию успеха, и поэтому ее ученики уже на протяжении нескольких десятилетий добиваются высочайших результатов, и во Всероссийской Олимпиаде, ну, тогда еще Всесоюзной Олимпиаде школьников, сейчас это Всероссийская Олимпиада школьников, ее ученики, ее уже учителя, наставники, ее кем она к кому она была наставником, они уже состоявшиеся учителя, они сейчас уже транслируют талант, методику преподавания химии, которая заложила в них Лиза Киамна, и они уже начинают добиваться высоких результатов, вот буквально позапрошлым году, но прошлый год ковидный был, поэтому Олимпиада, к сожалению, заключительный этап по Олимпиаде школьников не состоялся, но позапрошлый год, девятнадцатый год, Республика принимала заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников по химии, шесть участников у нас было от Республики, шесть, все шестеро попали в число призеров и победителей, так вот, из этих шестерых, четверо, это ученики, которые воспитаны ее учениками, Лиза Киамна, и она с ними продолжает до сих пор работать, вот в этом, вот он и секрет, трудолюбие, любовь к профессии дает как раз такой вот великолепный результат. Эти дети, они особенные, они выделяются, они чем-то выделяются, их надо терпеть, надо, значит, выслушать надо, не надо кипятиться, надо сказать, сынок, дочка, и так, вот таким образом, эти таланты, вот самое главное, чтобы они не вышли из колеи, их надо спасать. Они в каждом классе бывают, или в каждом классе не бывают? Нет, они бывают, часто знаменитые бывают по школе, что они такие, они такие дерзкие, что-то они иногда на уроке не сидят, уходят, бывают разные, такие у меня были, и у меня был такой мальчик, я уже фамилии не буду, сейчас он, по-моему, он в банке работает, по-моему, он, ну, по профессии он там, питохимик, и он вставал, уходил из класса, и по коридору он гулял, то есть коридорная система обучения у него была, а потом я поняла, что он очень талантливый, с ним особо стало отдельно заниматься, а потом он прекрасно выиграл олимпиаду, первое место занял, раз они сделали для школы, для республики много чего, мы тоже должны о них заботиться, не пользоваться просто, а не сок выжимать от них, а вот потом, раз они принесли такой славы для республики, потом им надо помогать, надо. Я бы не сказала, что она уделяла особое внимание только олимпиадникам, я, между прочим, очень сложно попала в ее класс, она не хотела меня брать к себе в класс, потому что я имела неосторожность, сидя на задней парте, как-то достать зеркальце, я на это запомнила, а потом я поняла, что мне нужно в медицинский, я хочу в медицинский, мне нужна химия, я думаю, что же делать-то? И я очень много усилий приложила, и когда я пришла к ней перед сентябрем, перед началом учебы, попросилась в класс химико-биологический, с кем я сказала нет, я все это запомнила, и я осталась там с родителями, я взяла их для поддержки, и помню уже, по-моему, слезы пробивались, минуты, наверное, не прошло, она вернулась, и как сейчас помню, она просто сказала, ну, всем надо давать шанс, и дала мне, по-моему, три месяца, ну, я как села вот туда, на первую парту, я больше оттуда не уходила, и поэтому я не могу сказать, что она увидела во мне олимпиадника, она, скорее всего, увидела, что я хочу, что я готова трудиться, что я буду трудиться, вот это она в детях видела, ну, невозможно было не трудиться, когда она столько вкладывала, мы тогда этого не понимали, это понимаешь уже сейчас, когда оцениваешь то, что вот было вложено, когда приходили в университет, когда начинали работать, и вспоминали все то, что вот опять-таки было ей дано, тогда мы это оценили, но тогда было просто желание достичь чего-то, и она как-то так спокойно, скромно, молча нас вела и помогала в этом, то есть мы даже не просили конкретно помочь, она сама понимала, что нам надо, то есть нам надо здесь подтянуть, она направляла нас к тем, допустим, специалистам, ну, по тому профилю, нам надо здесь подтянуть, она устраивала нам воскресные уроки, то есть приходите, мы будем все это делать с вами, догонять, заниматься, ну, вот, она такая. Они иногда эгоисты бывают, эти олимпиадники, знаете, они не одинаково для них, они разные бывают, зверстная болезнь иногда появляется, у них иногда бывает и высокомерие, и гонор, я это тоже испытала, вы знаете, тут, что плохо, что вот родители иногда говорят, ты гений, ты сам одаренный, ты сам способный, вот это портит, поэтому я после нескольких случаев я стала олимпиадников сначала поговорить с родителями, какой родитель, если я чувствую, что у этого родителя, значит, гений, ну, пусть родители занимаются этим гением, мне нужно попроще. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 И зарплата будет выше, и авторитет учителя. Вот я не зря же хочу памятник поставить первому учителю. Это же тоже огромная воспитательная работа, это же авторитет учителя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok